Медиагруппа «Авангард» представляет Здравствуйте, уважаемые друзья! Закон ОКИ затрагивает многие компании, но далеко не все компании догадываются о том, что их инфраструктура попадает под действие этого закона. Более того, многие из нас с вами не разобрались еще в текущей нормативной документации, а регулятор готовит изменения. Что же такое КИИ, какие компании попадают под действие этого закона, и главное, что же делать для того, чтобы защитить свою инфраструктуру? Сегодня будем разбираться в этом вопросе. А помогут мне разобраться в этом вопросе эксперты компании «Инфотекс», Валентина Миронова, руководитель специальных проектов, и Марина Сорокина, руководитель продуктового управления. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Ну что же, как говорится, начинать надо от печки, от самого главного. Что же такое КИИ? Что за объекты КИИ? Субъекты КИИ? В чем отличие? КИИ – это сокращение от критической информационной инфраструктуры. Этот термин приведен в 187-м федеральном законе, и он является основой всего законодательства по КИИ. КИИ – это системы, атаки на которые могут привести к серьезным экономическим, политическим, социальным или экологическим последствиям, и поэтому их требуется защищать. Субъекты КИИ – это предприятия или частные предприниматели, которые владеют критической информационной инфраструктурой. Все оказалось гораздо проще. Хорошо. Что такое КИИ? Разобрались. Начинаем теперь понимать, чем отличие субъектов от объектов КИИ. А как тому самому субъекту КИИ, как организации, понять, что их инфраструктура попадает под действие этого закона? На самом деле алгоритм достаточно простой. Организации необходимо обратиться к их уставным документам и тем лицензиям, на основании которых они работают. Если же в уставных документах и лицензиях указаны сферы деятельности, относящиеся к 187-му федеральному закону, а там указано 12 сфер, то мы поздравляем. Ваша организация является субъектом КИИ, и в дальнейшем вам необходимо будет разобраться уже с критическими процессами и с объектами КИИ. Ну, получается все так просто и однозначно. На самом деле нет. Ряд организаций, в том числе и учебные организации, на проводимых нам мероприятиях обращаются к нам с вопросами. И для коллег ответ достаточно прост. Обратитесь к тем документам, на основании которых вы работаете. Если в ваших уставных документах указана научная деятельность, то есть сфера деятельности науки, то ВУЗ будет являться субъектом КИИ. И, следовательно, ему необходимо будет выделить объекты. Но вопрос, есть ли они там, бывают сложности и в других сферах. Да, например, очень часто спрашивают про водоснабжение. С одной стороны, кажется, что это критическая система, и она должна попадать под федеральный закон. Но эта область не указана в федеральном законе. И в этом возникает некоторая путаница. СТЭК России дает комментарий по этому поводу, что если система водоснабжения находится у субъекта КИИ, ну, того предприятия, которое попадает под влияние этого федерального закона, то водоснабжение становится объектом критической информационной инфраструктуры. Иначе федеральный закон не действует на эту сферу. Ну что ж, друзья, для того, чтобы разобраться, попадает ли ваша организация под действие закона о КИИ, необходимо посмотреть в уставные документы. Ну, а если остались какие-то вопросы или сложности в понимании, обратиться к регулятору в СТЭК России. Коллеги, возникает сразу же вопрос. Если такие трудности возникают на самом начальном этапе, не проще ли вот эту всю головную боль переложить на плечи третьей организации и привлечь профессионала к решению этих вопросов? Четкого запрета на привлечение организации лицензиата нет. Но не стоит забывать, что ответственность за проведение работ лежит на владельце информационных систем. Кстати говоря, в СТЭК России не рекомендует привлекать организации лицензиат для проведения работ по категорированию. Ведь организация лицензиат может изучить досконально, достоверно лишь одну систему, максимум две. А что делать, если их сто? Безусловно. Только собственник объектов знает, как досконально объекты его работают, какие процессы они обеспечивают, и ту информацию, какая, собственно, циркулирует в этих системах. Да, но если все-таки компания решила привлечь третью сторону, стоит обратить внимание на профессионалов и выбрать компанию, которая имеет лицензию СТЭК России. Хорошо. Мы поняли, что организация попадает под действие закона ОКИ. С чего и начать. Ну, прежде всего, это инвентаризация тех ресурсов, которые имеются. То есть понять, какие данные существуют в системе, какими программными и техническими средствами эти данные обрабатываются. И, исходя из цели обработки, уже выделить объекты КИИ – ИС, ИТКС и ОСУ. Новые термины. О чем это? Раз я выполняю сегодня роль толкового словаря, объясню. ИС – это информационные системы, ИТС – это информационно-телекоммуникационные системы, и ОСУ – это автоматизированные системы управления. То есть те системы, которые управляют технологическим процессом на предприятии. Но не стоит забывать, что эти системы, ИС, ИТКС и ОСУ, должны обеспечивать критический процесс в организации. Критические процессы – это те процессы, нарушения которых приводят к существенным негативным последствиям не только для субъекта КИИ, но и для Российской Федерации в целом. Вот важно помнить об этом. Чтобы выявить критические процессы, полезна бывает декомпозиция деятельности компании. Например, производственный процесс можно разбить на несколько шагов. Это поставка сырья, производство изделий, их тестирование, поставка заказчику. А вот уже какие из этих процессов являются критическими, определяется после комплексной их оценки. Тут может быть полезна документация по обеспечению непрерывности деятельности и результаты анализа риска. Для того, чтобы выявить критические процессы, необходимо определить, какими видами деятельности занимается организация. Для этого необходимо проанализировать ЕГРЮ, выявить основные вспомогательные виды деятельности. Дальше в рамках этих видов деятельности определить те процессы, которые позволяют реализовывать эти виды деятельности. Соответственно, после определения процессов, посмотреть, как нарушение тех или иных процессов будет сказываться на деятельной организации. Ну и, соответственно, где будут такие процессы, которые могут быть негативными. Но нарушение которых может никаким направлением деятельности организации, эти процессы будут критичными. Как такового определения или критерия, в какой процесс является критичным, его нет. Такого вот явного определения, то есть критериев. То есть мы смотрим процесс, сравниваем его и понимаем, критичным и критичным. В общем случае, предполагается, что критичными являются те процессы, которые обеспечивают, ну это явно приведено в одном из первых пунктов 127-го постановления, которые обеспечивают функционирование предприятия в заданной отрасли. Соответственно, предприятию нужно определить, какие его бизнес-процессы обеспечивают его функционирование, то есть без каких его, ну можно сказать, mission-critical процессов, то есть без каких процессов его деятельность просто прервется, ну или будет там очень серьезным образом нарушена. И, соответственно, их можно считать критическими. Может так оказаться, что одна ядровая информационная система поддерживает все процессы, это нормально, а может оказаться, что есть какой-то конкретный процесс, который поддерживает только вот одна система и больше ничего. Здесь будет однозначное соответствие, и все будет достаточно просто с точки зрения понять, что если вот с системой что-то случится, она перестанет функционировать, значит процесс прервется, функционирование организации прервется, будет нарушен один из критериев 127-го постановления, будут какие-то последствия. Вот, соответственно, эта информационная система будет являться тогда значимым объектом КИИ. Мы на самом деле в практике сталкиваемся с тем, что у наших заказчиков очень разный уровень зрелости в этом вопросе. Иногда мы приходим и имеем прям хорошо описанную, структурированную деятельность компании с точки зрения процессов. Дальше остается выявить наиболее критические, наиболее влияющие на эффективность процессы. Бывает, когда мы приходим, процессов нет вообще, они по камере не описаны, не формализованы. В этом случае мы, опять же, в диалоге с заказчиком описываем эти все группы процессов и стараемся сделать оценку влияния этих процессов на эффективность функционирования предприятия в зависимости от сферы деятельности. С точки зрения, чтобы что конкретно сделать, ну, как минимум, иметь этот перечень. И дальше честно ответить на вопрос, а какие из этих процессов влияют на эффективность для начала, а дальше уже пройтись по всем критериям, которые есть в постановлении, номер 127, и постараться определить, какие категории значимости, под какие категории значимости эти процессы там могут попасть. Ну, то есть, прям сначала качественным методом, собрав заинтересованных лиц там в рамках нескольких там совещаний с тем, чтобы вот это внутреннее знание из них как бы извлечь. Я так понимаю, что только теперь субъект КИИ может приступить к категорированию своих объектов КИИ. А с какими трудностями реально он столкнется, и вообще, насколько сейчас компании справляются с этим вопросом? На недавно проведенном ТБ-форуме в СТЭК России представлял статистику проведения категорирования организациями. Выделено было всего 1100 субъектов, которые направили сведения по категорированию объектов. Замечу, что это всего лишь 15% от ожидаемого результата. И 1 четвертая от 1100 субъектов были направлены на доработку. Так что сложности имеются, и сложности достаточно большие. Ну, насколько я знаю, до 1 июня 2019 года компаниям предписано передать информацию о своей критической инфраструктуре в СТЭК. А что реально будет с теми, кто не успеет это сделать вовремя? Ну, если вопрос касается ответственности, то совместно с федеральным законом 187 был подписан 193-й федеральный закон. Он вносит изменения в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный, и, собственно, предписывает, естественно, ответственность. Правда, надо сказать, что владелец и руководитель организации несет только ответственность в случае наступления компьютерной атаки и ущерба от этой атаки. А под руководителем мы понимаем кого? Владельца, директора. Кто это? С точки зрения федерального закона, это то лицо, которое в настоящий момент назначено руководителем организации. И ответственность он понесет лишь в том случае, если произошла компьютерная атака. Но максимальная ответственность будет только в том случае, если владелицы и руководители не предпринимали каких-то действий по выполнению федерального закона. Так как категорирование является первым этапом в этом процессе, то несоблюдение этого процесса ведет к максимальной ответственности. Нужно отметить, что в СТЭК России вносит сейчас изменения в законодательстве. Среди этих документов есть постановление правительства номер 127, который как раз рассказывает о процессе категорирования. Ну и ввиду этого многим предприятиям придется пересмотреть итоги категорирования, потому что показатели значимости были изменены. А должна ли быть на этапе категорирования уже подлена актуальная модель угроз и модель нарушителя? Желательно руководство с моделью угроза нарушителя при проведении категорирования. И безусловно, исходными данными для проведения категорирования являются угрозы нарушителя. Но, грубо говоря, нам нужно знать, что и от кого необходимо защищать. Ну, замечательно. А кто будет определять, что защищать, от кого защищать? Эта обязанность возложена обычно на владельца организации, владельца объектов КИИ. А где вероятность того, что я, как владелец КИИ, перечислил всех нарушителей и никого не забыл, и ничего не забыл? Ну, если есть сомнения и нет компетенции внутри компании, то стоит, конечно, привлечь экспертов. Лучше самих работников организации никто не знает, как устроены объекты КИИ, для чего они служат, какова их критичность. Но вместе с этим, как правило, у работников КИИ нет нужного опыта для проведения работ по тематике КИИ, нет понимания того, в какой последовательности и как проводятся данные работы. И вот в таких ситуациях оказывается незаменима помощь системных интеграторов, экспертов области ИБ, у которых есть опыт проведения аналогичных работ и которые готовы комплексно подойти к данной задаче с учетом всех нюансов и подводных камней. Мы оказываем полный спектр услуг в рамках проведения процедуры категорирования. От полного категорирования, то есть начиная с выявления объектов критической информационной инфраструктуры, заканчивая подготовкой и направлением в Афстек России документов о категорировании, так и можем оказывать услуги в рамках отдельных этапов. Например, консультативная помощь комиссии по категорированию, либо определение принадлежности организации к субъектам критической информационной инфраструктуры. Процесс категорирования, он достаточно конкретный и понятный, потому что он зафиксирован прямо пошагово в 127-м постановлении правительства. И он очень похож на так называемый BIA, бизнес-импект анализ, когда мы понимаем, что конкретно, какая часть инфраструктуры отвечает за поддержание, критичное для поддержания критичных процессов. То есть мы, в первую очередь, мы выявляем критичные процессы, понимаем, какие куски инфраструктуры занимаются их поддержкой, то есть обеспечивают их функционирование. Это могут быть информационные системы, СУТП, ну, то есть вся инфраструктура организации в целом. Эти куски являются как раз объектами, КИИ, ОКИИ так называемыми, и их мы категорируем, применяя к ним критерии, которые приведены, соответственно, в том же самом 127-м постановлении. Результатом, соответственно, является перечень объектов КИИ категорирования и, соответственно, заполненные и переданные регулятору акты о категорировании. В СТЭК России Виталий Сергеевич Лютиков, как замруководителя службы, высказывал такую позицию, что нет необходимости привлекать лицензиатов именно в процессе категорирования. Мы свою функцию видим именно в таком эффективном модерировании или такого эффективного посредника-коммуникатора в этом процессе. Сам процесс категорирования и результаты категорирования – это ответственность субъекта КИИ. И мы здесь оказываем такую посредническую функцию с точки зрения эффективного коммуницирования внутри заказчика, привнесения некоторой своей экспертизы именно в процессе категорирования, но при этом принятие решения о той или иной категории все равно всегда остается на стороне заказчика. Это требование закона. Вот мы, наконец, и перешли к теме нашей сегодняшней передачи. А как же обеспечить безопасность своей информационной системы, когда все подготовительные процедуры проведены? Коллеги, ну с чего начать уже построение систем безопасности? А с чего начать написано в 235-м приказе и в 239-м приказе СТЭК России. Это как раз те законодательные акты, которые рассказывают, что защищать и в каком порядке. По строению любой системы безопасности стоит начинать с аудита. Для этого используются тесты на проникновение, которые позволяют понять уровень защищенности предприятия. Проводят такие тесты специализированные компании. Например, в группе компании «Инфотекс» есть компания «Перспективный мониторинг». Это наши белые хакеры, которые оказывают подобные услуги. После этого уже можно приступать к проектированию и выбору средств защиты информации. Основной задачей проведения тестов на проникновение является моделирование действий реальных нарушителей, когда они проводят атаку на информационную систему. Когда владелец информационной системы заказывает тест на проникновение или еще называет его пентестом, по сути, он нанимает группу белых хакеров, которые исследуют встроенные системы защиты в информационную систему, обнаруживают уязвимости и пытаются их эксплуатировать. Эти действия точно так же выполняются реальными нарушителями, за большим исключением. Но реальные нарушители пытаются нанести вред организации путем либо эксплуатации уязвимости, либо монетизации тех конфиденциальных данных, которые они нашли в информационной системе. А при проведении теста на проникновение все результаты отдаются исключительно владельцу информационной системы. Таким образом, он может принять конкретные шаги для их устранения и внедрить адекватные средства защиты, которые будут работать и приносить ощутимый, понятный результат. Для всех ли организаций построение системы безопасности будет выглядеть одинаково? Или есть какие-то нюансы в зависимости от сферы деятельности? Нюансы есть. Притом это зависит не только от сферы деятельности, но и от того, какой это объект. Информационная система, например, или автоматизированная система управления. И нюансы есть еще в том, какие меры на этих объектах реализуются. Меры бывают организационные, организационно-технические и технические. Мы, как вендоры, которые выпускают средства защиты информации, специализируемся, конечно, на технических средствах. Сами же технические средства тоже бывают разные. Это могут быть наложенные средства, которые в основном применяются в информационных системах и в информационно-телекоммуникационных. Это могут быть встраиваемые средства, ну или можно применять комбинированный подход. Для промышленных предприятий, там, где наложенные средства не всегда можно применять, лучше применять комбинированные варианты. Это дает наиболее высокую защищенность в итоге. Например, по оценкам наших экспертов, для ОСУ применение наложенных средств закрывают где-то в районе 46%, встраиваемых 40%, ну а комбинированный подход около 50-60%. В сфере информационной безопасности есть два крайних мнения. Первая крайность заключается в том, что информационная безопасность обеспечивается исключительно с помощью штатных средств информационной системы. Мол, дополнительные средства защиты информации не нужны, избыточны и так далее. Другая крайность – те случаи, когда для обеспечения информационной безопасности используются исключительно специализированные средства защиты информации. Но, к счастью, на сегодняшний момент большинство компаний, большинство предприятий ищут некую золотую середину между этими двумя крайностями, понимая, что эффективную безопасность невозможно построить исключительно на навесных средствах защиты информации. Но и одновременно одними штатными средствами в данном вопросе не обойтись. Кроме того, важно помнить, что информационная безопасность – это не только технические средства защиты информации, но и процессы. Процессы управления информационной безопасностью, процессы, связанные с координацией деятельности бизнес-подразделений, IT-служб и самих безопасников. У нас был один из случаев, когда заказчик обратился к нам с просьбой поставить и внедрить некий набор средств защиты информации. Например, 100 средств защиты от несанкционированного доступа, 3 межсетевых экрана, 1 криптошлюз, 1 антивирус. Мы начали уточнять эту задачу и обнаружили, что у заказчика нет четкого понимания, что он будет защищать, от кого он будет это защищать, как устанавливать, как настраивать средства защиты информации. Углубившись в данную задачу, мы изучили объект защиты, изучили его уязвимые места, пришли к заключению, что изначально подобранная спецификация является неверной, и нам пришлось ее переработать. И вот благодаря этому в результате цель заказчика была достигнута, система защиты информации внедрена. И вот данный кейс, данный случай подтверждает давно известную мысль про то, что все работы в области информационной безопасности должны в любом случае начинаться с обследования объекта защиты, заявления того, что мы будем защищать, от кого, от каких угроз. Строенная модель более характерна для системы класса АСУ, для производственных объектов, когда непосредственно при создании самой системы, в данной систему уже встраивается встроенное средство защиты. Однако, проблемный момент данной модели в том, что АСУ-ТП функционирует очень долго, соответственно, средства защиты не могут отражать актуальные на текущий момент угрозы безопасности. Поэтому приходится использовать навесную модель, то есть применять новые средства защиты. Например, в свете как раз 187-го федерального закона все объекты критической информационной инфраструктуры должны мониториться с точки зрения определения и выявления в них инцидентов информационной безопасности и последующего информирования о данных инцидентах регуляторов. Поэтому, соответственно, в рамках реализации данного федерального закона заказчикам приходится приобретать новые средства защиты, например, средства защиты компании Infotex связаны с обеспечением мониторинга либо защиты периметра. Компания Акситех – российский разработчик датчиков оборудования, контроллеров и систем автономного электроснабжения. На рынке компании уже представлено более 10 лет. Наши заказчики – это крупные корпоративные клиенты, которые занимаются поставкой и реализацией энергоресурсов. Особенностью наших заказчиков является то, что объектовая сеть представляет из себя территориально распределенную систему, состоящую из объектов, на которых чаще всего полностью отсутствует внешнее электроснабжение, а также в качестве каналов связи используются беспроводные каналы стандарта GSM и 3G. Понимая актуальность защиты информации, мы пришли к выводу, что в нашу систему автоматизации необходимо интегрировать встроенные системы обеспечения информационной защиты. Мы провели анализ существующих на рынке средств защиты информации и пришли к выводу, что те средства, которые присутствуют на рынке, а это именно наложенные средства защиты, они не подходят для интеграции в нашу систему, прежде всего потому, что эти средства требуют внешнего электропитания, и эти средства устанавливаются между контроллером и передающим модемом. Так как модем уже интегрирован в наш телеметрический контроллер, наложенные средства нам явно не подходили. Мы также проводили анализ существующих на рынке альтернативных средств. Наш выбор пал на компанию Infotex. Наше сотрудничество с компанией Infotex началось в 2016 году. Как раз в 2016 году на рынок был выпущен новейший продукт Infotex, называемый CES. Особенностью системы CES было то, что это OEM-продукт, который предназначен для интеграции в систему АСУТП сторонних производителей. В результате совместного сотрудничества мы сформировали уникальный продукт, который сочетает в себя систему АСУТП с интегрированными сценариями информационной защиты. Причем сценарии защиты сделаны на высоком профессиональном уровне. Заказчик получает готовую систему АСУТП с интегрированными средствами защиты информации, которые соответствуют законодательству КИИ. У нас есть уже сейчас в практике завершенные проекты полного цикла. В рамках того проекта, о котором я говорю, мы обследовали порядка 260 физических объектов, которые распределены по одному из субъектов Российской Федерации. Затем изучили порядка 200, даже 200 плюс разнообразных систем заказчика. Вторым этапом было категорирование, категорирование, которое осуществлял заказчик. Результатом чего стало выделение объектов защиты. Это порядка пяти значимых объектов критической информационной инфраструктуры, которым заказчик присвоил те или иные категории значимости. И еще 10 информационных систем, которым заказчик принял решение не присваивать категорию значимости, имеет на это право, но при этом принял решение их защищать. Обязательным требованием было организация проведения испытаний на совместимость предлагаемых средств защиты информации, на совместимость с теми объектами, которые мы защищаем. В первую очередь система СУТП, система телемеханики. Результат первого этапа бескуражил все стороны и производители средств автоматизации, и производители средств защиты информации. То есть мы, по сути, получили результат, при котором некоторые продукты просто не показали себя так, как ожидалось. Соответственно, некоторое время после этого мы наводили взаимодействие с производителями средств защиты информации, с производителями средств автоматизации. Были внесены изменения и в систему автоматизации, просто были выявлены ошибки в реализации, доработали свои продукты в определенном смысле вендоры, производители средств защиты информации, и последующие этапы прошли успешно. Было доказано отсутствие влияния применяемых средств защиты информации на те объекты защиты, которые есть. Зафиксирован этот результат трехсторонними соглашениями, и подобное решение смело мы положили в основу техно-рабочего проекта, и, надеюсь, они лягут в основу, собственно, при внедрении этой системы. А когда мы говорим про наложенные средства, о чем идет речь? Вообще, какие средства надо использовать? Когда мы говорим про наложенные средства, мы говорим про те средства, которые внедряются в систему без изменения архитектуры. Примеров таких средств достаточно много. В разных системах могут применяться разные средства, но есть некоторый такой базовый джентльменский набор, скажем, да, это средства защиты периметра, такие как межсетевой экран, средства защиты каналов криптошлюзы, средства аутентификации и идентификации, средства обнаружения вторжения, антивирусные средства защиты, ну и прочие средства. Компания Infotex производит достаточно большое количество таких средств. Да, это известный наш продукт, випнет-координатор HW, это и программные средства для рабочих станций, такие как випнет-клиент, ну и другие средства, которые могут применяться. Если говорить про то, какие средства нужно выбирать, мы рекомендуем выбирать сертифицированные средства защиты информации, потому что, во-первых, вендор гарантирует устранение уязвимости, а во-вторых, может оказывать техническую поддержку, которая обязательно в соответствии с приказами в СТЭК России. Если мы отнесемся к нормативным правовым актам, которые есть, это 239 приказ в СТЭК, 31 приказ в СТЭК России и другие нормативные правовые акты, то эти документы можно в некотором роде воспринимать где-то как методические, как, например, 31 приказ СТЭК, или, понятно, как 239 приказ, как источник требований по построению комплексной системы информационной безопасности. Алгоритм, заложенный в этот приказ, позволяет варьировать выбранные меры безопасности в том или ином проекте. Но неминуемая система все равно получается комплексная, которая содержит разное количество подсистем, где-то 10, где-то больше, и, откровенно говоря, реализовать такую комплексную систему на решениях одного вендора достаточно проблематично. При этом там, где можно использовать средства защиты информации одного вендора, и они эффективно закрывают те угрозы, которые есть, то понятно, что такой подход тоже может нести в себе преимущество оптимизации затрат на эксплуатацию в последующем, оптимизацию затрат на обучение и так далее. Если говорить о построении системы безопасности на базе решений одного производителя, то этот подход, он приемлемый, он удобный, потому что, во-первых, мы сокращаем наши внутренние затраты на обучение работников. Ну, понятно, что если у нас есть несколько разных производителей, то нам нужно обучить работников в работе с каждым из них. Соответственно, если у нас куда-то выбывает, у нас дополнительные сложности здесь возникают, и это облегчает обычно внедрение, облегчает интеграцию, потому что производитель уже сам все это спаял в один какой-то единый комплекс. Но негативной стороной является то, что мы становимся уязвимы к ошибкам этого вендора. Ну, честно говоря, это пока выглядит как удовольствие для очень крупных организаций. А что же делать тем организациям, которые помельче, больницам, например? Как им поступать в этом случае? Требования есть, их необходимо выполнять, вне зависимости от того, крупная это организация или мелкая. Есть требования, которые указаны в приказе 235-м и 239-м в СТЭК России. Если мы говорим о 235-м приказе, то в основном это касаемо организационных мер. 239-й приказ, он достаточно крупный, и он касается объектовки и их защиты. Безусловно, на защиту тратится достаточно много денег. Поэтому в СТЭК России рекомендует 235-й приказ и меры организационного характера выполнять незамедлительно, а 239-й приказ в случае создания системы модернизации и обязательно должен быть план проведения этих мероприятий. А когда организации нужно задуматься о подключении к ГУСОПКИ? Очень хороший вопрос, Сергей, потому что подключение к ГУСОПКИ – это один из этапов, из первых этапов. Но хочется отметить, что для субъектов Киев это обязательная процедура, а для органов власти мы рекомендуем подключаться для того, чтобы повысить информированность предприятия о компьютерных атаках. В современной реалии практически обязывают средние и крупные организации строить собственный центр мониторинга для обнаружения, ликвидации и устранения тех инцидентов, которые приносят компьютерные атаки. Для субъектов Киев это обязательный параметр, и субъекты могут либо напрямую подключиться к ГУСОПКИ, либо использовать корпоративный центр мониторинга. В чем отличие? Если субъект подключается напрямую, то ему необходимо получить соответствующие лицензии, закупить оборудование, произвести его пусконаладку, выстроить бизнес-процессы внутри собственной организации по обнаружению и ликвидации компьютерных атак. Не все субъекты могут себе это позволить, потому что это растянуто и по времени, и несет достаточно серьезные финансовые затраты. Альтернативным способом является подключение к корпоративному центру ГУСОПКИ, когда у заказчика размещается оборудование и заключается временный договор с организациями, которые осуществляют центр мониторинга. Все бизнес-процессы по обнаружению компьютерных атак и ликвидации их последствий компания-подрядчик берет на себя и взаимодействие с ГУСОПКИ также перекладывается на ее плечи. Этап подключения ГУСОПКИ через корпоративный центр достаточно быстро проходит по времени и с меньшими финансовыми и трудозатратами для самой организации. Марина, какие сложности могут возникнуть непосредственно при внедрении системы безопасности? На что стоит обратить внимание? Нюансов на самом деле может быть очень много. Например, для промышленных предприятий просто так нельзя взять и внедрить информационную безопасность. Ну, то есть нужно остановить предприятие, весь технологический процесс. Это достаточно проблематично и опасно. Все средства защиты информации должны быть протестированы и необходимо провести их опытную эксплуатацию. Компания, которая планирует реализовать проект по проведению соответствия требованиям 187-го федерального закона, важно изначально выбрать правильный путь, правильную последовательность этапов. Здесь важно пройти всю цепочку, начиная от обследования, оценки соответствия и заканчивая вводом средств защиты информации в эксплуатацию. Помимо этого, учитывая все возрастающую сложность информационных систем, особенно если речь идет про защиту АСУТП, важно скоординированное участие всей рабочей группы. Это и администраторы системы, и лица, соответственно, за обеспечение информационной безопасности, и персонал, непосредственно эксплуатирующий объекты защиты. Важно понимать, что комплексный, целостный подход к решаемой задаче – это залог успеха. Первое – это нужно не пренебрегать документацией. Это очень важно, потому что очень часто заказчики пытаются убыстрить процесс внедрения за счет отказа от разработки этой проектной документации. Это может дать положительный коротковременный эффект, действительно, это будет внедрено быстрее, но это однозначно затруднит поддержку, потом и эксплуатацию. Своими силами или силами сторонней подрядчика – неважно. Второй момент, который я хотел бы рекомендовать – это максимально стараться проводить тестирование продуктов, потому что это точно убережет вас от каких-то критических промахов, когда из-за какого-то критического недочета в разработке архитектуры решение просто не заработало, потому что несовместимость с тем, что есть сейчас. И третий момент – я бы рекомендовал ориентироваться на так называемые референсы, на опыт индустрии, не стесняться ездить друг к другу, на какие-то просмотры решения, чтобы вживую видеть в схожих с вами организациях функционалов, кто и как его сделал, и вот оно работает или не работает. Я бы посоветовал в первую очередь нестись серьезно, то есть прям системный подход выработать, соответственно, настроиться на долгую, кропотливую и серьезную полномерную работу, создать эффективную команду внутри предприятия. То есть та самая комиссия по категорированию может стать таким ядром этой команды, которая будет реализовывать проекты внутри субъекта Кии. То есть наладить работу, не рассчитывать на быстрый успех, что вот мы сейчас сделаем быстренько категорирование, дальше все кончится. Мы уже сейчас видим, что фактически формируются дорожные карты на 2-3 года развития, поскольку за короткий срок сделать достаточно трудно комплексную систему, которая бы удовлетворяла всему многообразию требований, которые есть. Ну и третье, на мой взгляд, нужно обратить внимание на тренды, на лучшие практики, которые есть, и четко как-то фокусироваться и на действующих объектах, и на вновь создаваемых, да, и смотреть на перспективу с точки зрения, куда движется вектор развития средств защиты информации, куда движется нормативно-правоорегулирование и так далее. Первая рекомендация – это комплексный подход к обеспечению системы безопасности. Вторая рекомендация – это при создании системы безопасности применять проектный подход к управлению, то есть рассматривать создание системы безопасности как проект, ну и, соответственно, использовать методики проектного управления. Ну и третья рекомендация – это строить систему защиты информации по принципу ошелонирования, то есть рассматривать средства и методы защиты на различных уровнях, что, соответственно, позволит обеспечить более эффективную защиту от актуальных для данной системы и для данного объекта угрозов. Друзья, подведем итог. Первое. Компании необходимо определиться, что она попадает под действие закона ОКИ. Каким образом? В первую очередь посмотреть свои уставные документы. Не смогли разобраться, обращаемся к специалистам в ОФСТЭК. Второе. Нам необходимо до 1-го числа, до 1-го июня 2019 года сдать необходимые документы в ОФСТЭК о своей инфраструктуре. Ну и в-третьих, необходимо в будущем проводить внедрение системы безопасности в своей инфраструктуре. Ну а мне осталось поблагодарить моих замечательных экспертов. Спасибо, Марина, спасибо, Валентина, за этот замечательный диалог. Друзья, спасибо вам, что были с нами. Надеюсь, что было интересно и полезно. До скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok